Фейки, вбросы, информационные провокации. Для дестабилизации общественно-политической ситуации используются немало способов и средств, в том числе информационных. Однако противостоять им можно, а главное нужно. Как это сделать? Ответ на этот вопрос сегодня прозвучал в Брестской центральной городской больнице на встрече помощника президента инспектора по Брестской области Валерия Вакульчика с коллективом данного медучреждения. Тема мероприятия актуальна и злободневна. Информационная гигиена – как не стать жертвой дезинформации? И, как отметил Валерий Павлович, медики, как никто другой, понимают важность гигиены и к чему приводят ее несоблюдение. Последствия легкомысленного отношения к лично-информационной гигиене также могут быть очень серьезными. В данном случае важна не столько тема, сколько коллектив, с которым мы эту тему обсуждали. Врачи – это люди, которые каждый день по роду своей деятельности встречаются с гражданами Республики Беларусь, с представителями различных категорий населения страны. И, конечно, важно уделять им соответствующее внимание. В том числе для обсуждения вопросов информационной безопасности, потому что за своей служебной деятельностью им порой нет времени разбираться в том потоке информации, которые сваливаются на головы нашего народа, разговор очень был важен и нужен для того, чтобы лучше понимать трудовое, лучше понимать то, что происходит. И самое главное, чтобы получить способность отделить обман, ложь, попытку целенаправленного воздействия и управления человеком извне от информации, которая соответствует действительности. Общая с коллективом Бреска Центральной городской больницы, Валерий Вакульчик попытался до каждого донести, что с развитием информационно-коммуникационных технологий в нашей стране в открытом доступе находится большой массив информации. Но не всегда эта информация правдива. Потому сегодня так важно научиться отличить фейки от правдивой информации, чтобы не стать жертвами манипуляций со стороны недружественных сил. Часто касается того, что можно сказать жителям и ценнобрещанам, конечно, нужно дозированно относиться к тому объему информации, который к нам поступает. Нужно все-таки заставить себя мыть руки перед едой и так далее. В данном случае подходить соответствующим образом и к той информации, которая поступает. Это значит, что надо не лениться, разобраться, а все-таки, что там скрывается за этой громкой новостью или сообщением о каком-то громком резонансном событии. Это, прежде всего, руководствуется не только заголовками, но и самой информацией. Мы сегодня с содержанием этой новости разобраться, откуда эта новость поступила, первоисточник этой новости, кто ее репостит, кто поддерживает, это боты или люди. И насколько она достоверна с точки зрения восприятия, это новость или событие. Помимо выступления главного спикера, медработники воспользовались возможностью задать Валерию Вакульчику вопросы, которые касались как работы их учреждений и сферы здравоохранения в целом, так и звучали вопросы, которые касались общественно-политической ситуации в стране и в мире. Такой шквал вопросов, который прозвучал на встрече, это еще раз доказательство того, что тема выбрана серьезная и актуальная. Сегодняшняя встреча очень важна для коллектива, для нас. В первую очередь, это общение с таким ярким и серьезным представителем исполнительной власти, что, безусловно, важно для нас, для простых сотрудников. Мы получили исчерпывающие ответы по многим интересующим вопросам, которые касались, как и наших отраслевых вопросов, которые нас волнуют, также и общей общественно-политической ситуации в стране, внешней политической ситуации. Безусловно, диалог был очень интересен, многое почерпнули из этого диалога, многое для нас, некоторые вещи были в новинку услышать. Гигиена важна во всем, в том числе информационная гигиена, о чем говорил Валерий Павлович. Безусловно, прежде чем что-то воспринимать и давать какую-то оценку, нужно взвесить все моменты, которые связаны с этой информацией. Разные точки зрения, они, безусловно, важны. Поэтому очень важно, так говоря простым бытовым языком, включать голову в любом процессе. Встреча состояла из двух частей. Первая часть – это информационная составляющая, на актуальную достаточно тему, в наше время, тоже однозначно принесла пользу коллективу, всех, кто присутствовал. Но особенно мне, конечно, понравилось, запомнилась эта вторая часть, когда были ответы на вопросы. Вопросы такие были неоднозначные, а злободневные, актуальные. И та информация, которую мы получили в результате ответов, меня достаточно впечатлила. Она, я думаю, удовлетворила коллектив и то внимание, которое было проявлено к тем вопросам, которые задавались, желание участвовать в их решении. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.